Кирилл Скобелев Кирилл Скобелев Холли Берри одна из самых красивых актрис современности. Она обладает не только потрясающим талантом, но и восхитительными физическими данными. Не зря свое восхождение на Звездный Олимп она начала с конкурса Мисс Мира в 1986 году. Несмотря на то, что в этом году актрисе исполнилось 50 лет, ее фигуре могут позавидовать многие восходящие 20-летние звезды. Холли Берри любит выбирать для красных ковровых дорожек сексуальные, откровенные и провокационные наряды. Но если для некоторых идеальная фигура – это подарок природы и спасибо генетике, то для актрисы это ежедневная упорная работа над собой. Она перепробовала множество диет и систем питания, занималась абсолютно разными видами спорта, но самые эффективные тренировки выпали на долю Холли, когда она принимала участие в съемках картины «Женщина-кошка». Популярный голливудский тренер разработал для актрисы систему кардионагрузок, а каждая из тренировок длилась в районе получаса. Всего за пару недель Холли Берри избавилась от лишних сантиметров и набрала необходимую мышечную массу. Так что, дорогие девушки, берите на заметку. Лето уже на носу, самое время проводить вечера в фитнес-клубе, чтобы летом быть неотразимой на пляже и с гордостью делать фото в купальнике для социальных сетей. Не расслабляемся и берем пример с Холли Берри. Жизель Бюнхен и Том Брэдди – одна из самых крепких пар на голливудском звездном небосклоне. В этом году исполняется 10 лет их отношения. В 2007 году будущие супруги познакомились, и у них завязался страстный роман. А уже через пару лет они узаконили свои отношения и сыграли свадьбу. На красной ковровой дорожке пара выглядит очень трогательно. Они смотрят друг на друга влюбленными глазами и всегда с удовольствием позируют фотографом. В чем же секрет их идеального брака? В одном из последних интервью бразильская топ-модель поделилась своими мыслями об отношениях, отметив, что главное – это во всем поддерживать своего партнера. Том играет в американский футбол, а это очень агрессивный вид спорта. Но он всегда знает, что даже несмотря на это я буду поддерживать его. Я хочу, чтобы он был счастлив, а если футбол делает его счастливым, значит, я должна разделять это. Откровенно призналась Жизель Бюнхен. Что же, топ-модель очень мудра и, глядя на их идеальную семью, понимая, что ее секрет работает. Напомним, пара воспитывает двоих детей – 7-летнего Бенджамина и 4-летнюю Вивиан. В Москве состоялось открытие проекта «Отражение», в рамках которого популярный российский фэшн-фотограф Алексей Дупляков представил свои работы. Вся светская Москва собралась в арт-пространстве Аскерик Галери, чтобы поздравить фотографа с успешным проектом. Экспозиция Алексея Дуплякова – это исследование орнаментальных возможностей человеческого тела. Подробности прямо сейчас. Мы сегодня открываем выставку Алексея Дуплякова «Отражение». Это его дебютный проект. Алексей у нас известен прежде всего своими проектами фэшн-индустрии. Сегодня он у нас дебютирует именно в арт-сфере, в арт-среде. Это первая выставка для меня, тем более это арт-направление. Для меня оно тоже новое. Но в целом я вдушевлен. Это такой некий инспирейшн для творческих людей, ну как для меня больше всего. Потому что каждая работа, она на самом деле несет множество образов. И человек, который на нее смотрит, он во многом видит каждый раз что-то новое. В этом именно проекте самое сложное, конечно, придумывание идей. Исполнение – это вообще, ну то есть это элементарно, честно могу сказать. То есть такое повторить – это не так уж сложно. Важно такое придумать. Это про искусство, да, такой сюрреализм. Глубокий, интересный, со смыслом. Это совершенно не свойственная Лёше работа. Но тем не менее он ее сделал. Я считаю, сделал на очень хорошем уровне. Целое время, когда я увидела Алексея и его работы, это было около двух лет назад. Он тогда только начинал работать в Москве. Мне очень понравились его работы. Мы сделали съемку с Алексеем. После этого у нас прям как-то сразу сложились дружеские, хорошие такие тесные отношения. И везде проекты, которые я его привлекала, он везде показывал не просто профессионализм, но и способность учиться, что очень важно для любого человека. В силу своей профессии я люблю современное искусство. Естественно, меня интересует все, что происходит в Москве, открывается, особенно если это молодые новые имена. У фотографов всегда есть объект для съемки. Он не может, как художник, рисовать на пустом холсте. Поэтому, когда объект трансформируется в абстрактное изображение, для меня уже самый подход интересен. Я, в принципе, работаю приблизительно в том же самом направлении. Сегодняшний проект, он очень не похож на Лешу, на обычные работы. Обычная Леша делает прекрасные фотографии, но это фэшн-фотографии. А этот проект, он взлет куда шире. Это то, что, наверное, присуще каждому человеку. Это эксперимент над собой. Фотограф мой замечательный друг, приятель. Я очень рада за него. Это его первая выставка профессиональная. Пришла его поддержать. Очень необычный взгляд на все буквально. То есть, казалось бы, такие простые вещи сняты, но выбран правильный ракурс. Ракурс свет и отражения, как и называется, выставка. Фантазия начинает играть. Джей-Зи не готов отложить микрофон в сторону и прекратить гастрольную деятельность. В колонке издания New York Post сообщается, что 47-летний рэпер подписал 10-летний расширенный контракт с компанией Live Nation. Сообщается, что сумма контракта составила целых 200 миллионов долларов. Речь не войдет о гастрольной деятельности Джей-Зи. Он будет ездить по миру примерно лет до 60. Похоже, что музыканту и не снится тихая и спокойная пенсия. Он будет выступать на радость поклонникам, а не проводить тихие вечера в компании внуков, разгадывая кароссворды. Уверен, рэпер с такой задачей справится. Напомним, Джей-Зи сотрудничает с компанией, занимающейся организацией развлекательных мероприятий с 2008 года. По информации Page Six в одном из интервью он рассказал, Более девяти лет мы путешествуем по миру и дарим людям незабываемые музыкальные представления. Конечно, сейчас сложно представить, что Джей-Зи будет гастролировать и радовать поклонников своими ритмами еще целых 10 лет. Однако мы не сомневаемся, что поклонники рэпера это решение сочтут удачным. Лидли растущего банковского счета, оно только на пользу. Приянка Чопра знает, как правильно открывать летний сезон. В преддверии премьеры новой картины «Спасатели Малибу» актриса решила отдохнуть в Майами. Как мы ей завидуем! Отдыхает в бассейне, плещется в теплом океане, загорает под нежными лучами солнца. На всех фото невооруженным глазом заметно, что девушка наслаждается отдыхом. Мы не сомневаемся, что она отлично проводит время во Флориде. 34-летняя актриса решила выбрать скромный наряд. А может даже замаскироваться под местных жителей. Приянка выбыла соломиную шляпу с широкими полями, шорты с высокой талией и купальник с ярким тропическим принтом, который отлично сочетается с ее солнцезащитными очками-авиаторами. Но отдыхать на пляже одной очень скучно. Обязательно нужна компания, поэтому актриса приехала в Майами не одна, а с близкой подружкой Александрой Дадарио. Она, кстати, тоже снялась в сиквеле фильма «Спасатели Малибу». Девушки отлично проводят время вместе, а мы смотрим их фотографии и по-доброму завидуем. Вот бы сейчас оказаться на берегу океана с холодным лимонадом в одной реке и интересной книгой в другой. Но пока до отпуска еще далеко, не отвлекаемся на пляжные грезы и продолжаем работать. Сальвадор Дали – культовая фигура в мире искусства и, пожалуй, самый популярный и неординарный художник-сюреалист. В Москве состоялось открытие уникального выставочного проекта под названием «Четвертое измерение Сальвадора Дали», который, конечно, обречен на успех. Как и все то, с чем связано имя известного усатого каталонца. Как прошло открытие – узнаем прямо сейчас. Сегодня все гости этой выставки и на протяжении двух месяцев они смогут оказаться внутри картины Дали, они смогут почувствовать себя, не только почувствовать, увидеть себя в другом теле. Сегодня каждый поймет, кто он есть на самом деле и испытает то, чего прежде я абсолютно могу с уверенностью это заявить, никогда не испытывал. Сейчас Корнелия отправится в виртуальный мир картин Дали. На нее наденут специальный костюм, сейчас вы все это увидите. Кого бы ты хотела перевоплотиться? В какого персонажа Сальвадора Дали? Вы знаете, у него все персонажи были безумно странные. Как мы, собственно говоря. Да, там в одной картине на самом деле столько лиц, что даже не понять, кто, кто именно. Но так как я художник, мне всегда было интересно попасть в картину. Я думаю, что сегодня у меня предоставится такая возможность. В любом творчестве самое главное – человек может переделывать реальность под себя. Это круто. Плёданс и Дали, мне кажется, это была бы очень крутая история. Мне кажется, если бы Дали был сейчас, и Левелинов была бы тогда, они бы очень друг друга оценили, и они совершили что-то невероятное. Потому что мне кажется, что она прямо из этой истории. Я понятия не имею, что ждать от сегодняшней выставки, именно поэтому я и пришел. Потому что с творчеством Дали я знаком достаточно хорошо, но здесь вопрос в том, что сегодня обещают что-то абсолютно невероятное. Помните скандальный и откровенный клип на песню «Вреккенбол»? Майли Сайрус предпочла бы, чтобы его забыли. Как так? Все просто. 24-летняя певица призналась, что сейчас ей за это музыкальное видео очень неловко и стыдно. Она боится, что никогда не сможет преодолеть это смущение. Певица говорит, что какие-то факты из своей биографии стереть невозможно. Если вышел клип, в котором ты, обнаженная, качаешься на подвесном шаре, то дело сделано, назад ничего не вернуть. Конечно, с Майли сложно не согласиться. Она боится, что все про нее говорят лишь одно. А, это та девочка, которая каталась в клипе на шаре. Певица призналась, что мысли о клипе и о том, как долго ее будет преследовать, такая слава, постоянно крутятся у нее в голове. А знаете, чего она боится больше всего? Того, что этот клип будут крутить на ее похоронах. Странно, не правда ли? Вот и мы удивлены. Ну что же, Майли славится своей экстравагантностью. Так что, может, в ближайшем будущем она вновь преподнесет нам сюрпризы. На сегодня у меня все. Вы смотрели Breaking News, программу, которая оперативно рассказывает о самых важных и интересных событиях из мира кино, моды, шоу-бизнеса и знаменитостей. Не забывайте, что новые выпуски выходят три раза в неделю. По понедельникам, средам и пятницам в 18.00. С вами был я, Кирилл Скобелев. Увидимся совсем скоро. Расскажу вам много звездных секретов. Редактор субтитров А.Семкин